Привет! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! Сегодняшний выпуск начнем со взрывных событий. В банках Берлина и Гамбурга прогремели взрывы. Около трех часов утра неизвестные взорвали филиал банка Сент-Андер в берлинском районе Целлендорф. Преступники подорвали банкомат, чтобы похитить деньги. Но взрыв оказался такой силой, что разрушил все банковское отделение. Также разбита витрина соседнего магазина. Местные жители проснулись от шума. Свидетели рассказали, что грабителей было двое. Они унесли наличные и часть купюр осталась на тротуаре среди обломков. Полиция разыскивала преступников в Целлендорфе, в том числе и с вертолета. Но безуспешно. На прошлой неделе аналогичным образом взорвали банкомат в столичном районе Вединг. В городе Шенефельд под Гамбургом в 3.07 ночи взорвали банкоматы в двух филиалах на другого банка. Отделением нанесен значительный ущерб. В Гамбурге это также не первое подобное преступление за последнее время. Преступников разыскивают. Из грустного за последние годы я не помню ни одного такого случая, чтобы такого плана нарушители все-таки были пойманы. Не менее опасно сегодня и в Израиле. В Иерусалиме два террориста пытались устроить теракт, который сорвался из-за заклинившего автомата. Сначала два террориста на автомобиле врезались в группу людей около синагоги. После чего, выскочив из авто, пытались их расстрелять. На записи камеры внешнего наблюдения видно, что после столкновения один из террористов выходит из машины, достает автомат, но не может произвести выстрел из-за заклинившего оружия. По сообщениям местной полиции, террористы были вооружены автоматами Карла и топором. Что с ними произошло дальше, данные разнятся. Одни сообщают, что они задержаны, другие сообщают, что нападавшие смогли скрыться. По результатам данного неудавшегося нападения, трое человек попали в больницу. Однако, к счастью, все живы. И в это же время в Германии события также накалены до предела. В Германии задержали троих подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Вскоре после поездки немецкого канцлера Олафа Шольца в Китай, федеральный генеральный прокурор Йенс Роммель арестовал трех вероятных шпионов, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе. Следователи арестовали 59-летнего мужчину из Бангомбурга и супругов из Дюссельдорфа. Рано утром в понедельник из-за серьезного подозрения в деятельности агента секретной службы и нарушения закона о внешней торговле. По словам федерального прокурора, 59-летний главный подозреваемый Томас якобы контактировал с сотрудником китайской секретной службы и получил данные об инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях Германии. Для этого он якобы заручился помощью супругов Гервига и Инны, управляющих компанией в Дюссельдорфе. По предварительной информации все трое немцы. Вот такая интересная ситуация, но идем дальше. И в это же время немецкая оппозиция хочет запрета импорта агропродукции из РФ и Беларуси. Крупнейшая оппозиционная сила Германии – Христианско-демократический союз. Инициирует в Бундестаге голосование за резолюцию с призывом запретить импорт сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси. Христианско-демократический союз считает, что введенных Евросоюзом высоких пошлин на российское зерно недостаточно. И нужен запрет воза всей сельскохозяйственной продукции. «Мы независим от российского зерна в Германии и Европе», сказал представитель парламентской группы партии по аграрной политике Альберт Штегеман. В предложении резолюции Бундестага ХДС выступает за полный запрет на импорт всех сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из России и Беларуси. Ну а как пройдет голосование по данной резолюции – узнаем ближайшем будущем. И раз мы уже с вами коснулись сельскохозяйственной темы, то поговорим о бумеранге польским фермерам от украинцев. Мы с вами много раз говорили о протестах польских фермеров на украинской границе, которые продолжаются и по сей день. И ни угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска, ни переговоры не могут урегулировать конфликт на данный момент. Но приходит время бумеранга для польских фермеров от украинцев. Ни для кого не секрет, что на польских полях большая часть работников была из Украины, из прилегающей границы сел. И зачастую их права как наемных работников не очень-то и соблюдали. И теперь польские фермеры столкнулись с новой тенденцией. Польша критический дефицит работников из Украины. Польские фермеры бьют тревогу из-за нехватки сезонных работников под угрозой будущей урожай клубники. На полях может остаться до 40% ягод. Ситуация с сезонными работниками может повлиять на всю экономику Польши. Польские фермеры столкнулись с проблемой – не могут найти сезонных работников из Украины, чтобы собирать урожай клубники. Старт сезона прогнозируют уже в начале мая. Последние годы на сезонную работу в Польше принимались в основном украинцы. Но на данный момент из-за сложившейся ситуации на полях работают преимущественно или подростки, или мужчины от 60 лет. На данный момент сезонных работников найти очень сложно. По словам предпринимателей, работники из Африки или Азии не решают этих проблем, потому что некоторых из них интересуют только соответствующие документы и возможность выехать в Западную Европу.